Масловка. Микрорайон города Воронежа, административно подчиненный Левобережному району города. Как загородная дача воронежского губернатора Алексея Михайловича Маслова, возникло поселение в период с 1767 года по 1773 год. Имело также другое название – Алексеевское. Здесь находились господский дом, пруд, водяная мельница, конезавод, плодовый сад. Крестьянских дворов вначале было всего 10, данные 1780 года. Сильный рост села начался в 70-е годы XIX столетия, когда рядом прошла железнодорожная линия на Ростов. Железнодорожная станция была открыта в 1870 году. На станции ежедневно производится посадка и высадка пассажиров как на поезда дальнего следования, так и на пригородные электрички. Воронеж, Лиски, Копанище, Смоленск, Адлер, Санкт-Петербург, Кисловодск, Кострома, Архангельск. Длительность остановки составляет от 1 до 60 минут, в зависимости от пункта назначения. Ближайшими остановочными станциями являются 600-й километр, Машмет и 604-й километр. Жизнь пригорода Масловки связана с городом Тавровым. Когда-то город Тавров был хорошо известен в России. Здесь строились военные корабли и бывал сам Петр Великий. Но пролетевшие века почти не оставили в селении материальных следов былой славы. В 60-е годы Тавров утратил и статус самостоятельной сельской единицы. Его включили в черту города в состав Левобережного района. А в настоящее время Таврово территориально входит в состав микрорайона Масловка. Церковь в Таврове появилась в самом начале его истории. Хотя дата основания Таврова общеприняты и никем не оспаривается, архимандрит Дмитрий Самбикин говорит о существовании церкви в Таврове применительно к 1700 году. Трапезная колокольня была построена в 1864 году с заботами старосты церкви капитана Андрея Карпова. По ведомостям 1805 года в церкви служил священник Алексий Казмин. Поведение нехорошего. В самом Таврове жили однодворцы и помещичьи-крестьяне. К этой церкви относились окрестные помещичьи-владения. Они принадлежали князю Александру Лобанову Ростовскому, калежскому ассессору Никите Черенкову и купцу Минаю Ярасимову. Всех дворов насчитывалось 181, а душ мужского пола 560, женского пола 580. Между прочим, в Масловке 18 декабря 1824 года родился известный русский дипломат, будущий министр иностранных дел Российской империи, князь Алексей Борисович Лобанов Ростовский. Крестили его в ближайшей Тавровской церкви. Второй раз о причте Тавровской церкви мы узнаем из ведомостей 1911 года. С 1867 года здесь священствовал Иоанн Павлович Агеев. При нем состояли дьякон Алексей Никитович Попов и псаломчик Алексей Петрович Федотов. Старостой церкви был воронежский купец Василий Филиппович Петров. Ранее в течение 11 лет он нес обязанности старосты придомовой церкви в Воронежской духовной семинарии. Жизнь Тавровского храма в советское время следов в документах не оставила. Церковь, как было заведено в ту пору, оказалась разрушенной то ли в годы Великой Отечественной войны, то ли раньше. Местные жители в ответах затруднились. Но храм был возрожден. Построен он был как раз в Масловке, что двумя километрами ближе Таврова к Воронежу. Здесь прежде церкви никогда не было. 8 июля 2002 года митрополит Воронежский Липецкий Мефодий совершил молебен и закладку камня в основании храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла на центральной улице Масловки. Настоятельным и строителем храма был священник Геннадий Ковалев. Предшествующим настоятелем храма был иерей Андрей Иванов. 29 сентября 2006 года митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий совершил освящение колоколов, а 30 июля 2007 года креста и купола на колокольню. 21 сентября 2015 года митрополит Воронежский Лискинский Сергий совершил великое освящение храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. У пригородного села Масловка, которое не так давно вошло в состав Воронежа и, соответственно, в Левобережный район, непосредственных боевых действий почти не велось. Хотя в первые дни борьбы за Воронеж, когда немцев остановили на правом берегу реки, они дважды пытались захватить Левобережье путем высадки крупного воздушного десанта в районе Масловки. Вот тогда у села шли бои, и десанты были уничтожены. В остальное время обороны Воронежа линия фронта проходила в нескольких километрах от Масловки. В селе хоронили наших воинов, погибавших в боях на Шиловском плацдарме, умиравших в госпитале и в медсанбатах. В 1975 году на Братской могиле 211, расположенной на главной улице села, построили памятник, состоящий из высокого бетонного обелиска. Статуи коленопреклоненной женщины с лавровой ветвью в руках и низкой стены за обелиском. На стену во всю ее высоту слева от обелиска расположили слова «Подвиг твой бессмертен». В Масловке находится Братская могила 211. Общее количество захороненных в ней не установлено. Пока известно около 200 фамилий. Среди захороненных командир 375 батальона связи капитан Павел Николаевич Жураховский из Херсона. В Воронеже – красноармеец Андрей Иванович Тюнин. Медсестра – Шилова. Инструктор пропаганды 454-го стрелкового полка 100-й дивизии, старший политрук Петр Андреевич Веселов, погиб в бою за плацдарм у Шилова. Он находился в боевых порядках стрелков, лично водил их в атаку, и пуля оборвала жизнь отважного политработника. Бойцы переправили на лодке его тело на левый берег Воронежа и похоронили его в Масловке. Тот же похороненный летчик 683-го штурмового авиаполка 267-й штурмовой авиадивизии лейтенант Евгений Цветков, погибший в воздушном бою. В течение шести месяцев геройски дрались с фашистами воины 2-го артиллерийского дивизиона под командованием капитана Сафронова. Кадровый командир, он получил боевую закалку в боях с белофинами на Карельском перешейке зимой 1939-1940 года. Защищая Воронеж, его дивизион вел губительный огонь по немецким позициям в районе Шилова, Трушкино, Чижовке, по переправе у Малышева, по дороге Малышева-Воронеж. От огня батарей 2-го дивизиона погибли тысячи захватчиков, сгорели сотни автомашин с грузами и несколько десятков танков. Гитлеровцы не раз пытались уничтожить дивизион капитана Сафронова. Они подвергали его позиции жестоким артиллерийскими наметным налетом и бомбардировкам. Но опытный командир умело маневрировал, перемещал батареи на новое место, вводя противников в заблуждение многочисленными ложными позициями и тщательной маскировкой орудий. Огонь врага обрушивался на пустые участки, тем временем Сафронов засекал вражеские батареи и уничтожал их массированными ударами всего дивизиона. Утром 28 декабря 1942 года дивизион успешно провел контрбатарейную стрельбу. При этом отличилась пятая батарея лейтенанта Александра Котова. Покинув наблюдательный пункт, капитан Сафронов поехал на пятую батарею, чтобы поздравить артиллеристов с успехом и вдохновить их на новые подвиги. Едва он прибыл на огневую позицию, как начался артиллерийский налет гитлеровцев. Один из снарядов разорвался рядом с Сафроновым, осколок смертельно ранил его голову, отважный командир умер на руках своих бойцов. В момент похорон все батареи 661-го артполка дали по три залпа, обрушив на позиции гитлеровцев сотни снарядов. В данный момент на территории Масловки правительство Воронежской области при поддержке Инвестиционного фонда России реализует проект создания индустриального парка для размещения более 100 новых предприятий. Общая площадь села Масловка составляет 501 гектар.